Раннее утро следующего дня верблюда заправляют бензином. Верблюд щиплетовез и спокойно заправляется. Мы едем в Агро. По дороге знакомые со вчерашнего дня картины. Люди лежат в грязи и кушают, сами понимаете, что. Вдоль дороги жизнь идет полным ходом. Люди портируют колеса, продают продукты, вынимают двигателя и моются прямо на улицах. Жизнь идет. Мужчины в Индии одеты в странные и непонятные одежды. И это везде. Обратите внимание на езду местных индийских машин. Они обычно всегда одним или двумя колесами заезжают за центральную линию, что обогнать их фактически невозможно. Что служит на том причиной, я до сих пор сказать не могу. Мы продолжаем движение к Агре через маленькие поселки, где все гудят в гудки. Все что-то делают, куда-то спешат, какие-то свиньи. Где-то кругом. То есть какое-то вообще страшное дело. Как бы я ни хотел жить этой суматошной, ужасной, бессмысленной, абсолютно никчемной жизнью. А что сделаешь? Оказывается, в эти поселки приехали миллионы людей из Бангладеша, с северного Пакистана, которые совсем другой веры, но при этом у себя они жить не хотят. Выставить их невозможно. Все они остались на улицах попрошайничать, клянчать. И, конечно, все это не помогает индийским товарищам. Да, что и говорить, жизнь тяжела. Как она все-таки хороша в Америке, понимаешь, только съездив в Индию. Америке, понимаешь, что все-таки хороша в Америке. А про себя я думаю Насколько Юрка вписался бы здесь И насколько катил бы под своего Я четко представляю Юрку Точно такого же уже в возрасте Едушего на верблюде По дорогам Индии Одев с на себя челму Отыскивая раму И четко зная свою карму Или представляю Юрку вот таким Красивой белой рясей Едущим на тракторе Вместе с коровами Уверенно поправляя себе челму Или представляю Юрку В красивых желтых тапках В челме Уверенно едущей на велосипеде По дорогам Индии Представляя себе как все таки хороша жизнь При этом конечно великолепно разбираясь В смысле мироздания В условиях бытового значения А также поведение человека В условиях холодового шока Или теплового удара И мы продолжаем ехать в сторону Агры Больше стоя чем едя Подгоняемые гудками различных машин Со всех сторон черти что Какой-то развал Грязь Бардак Честно говоря я подустал Здорово хочу домой Соскучился по родным Близким Совсем подустал Беспрерывные таты Совершенно непонятных Видов Величин Размеров Выныривают из каждого угла Пытают нас Пытаясь нас Подавить Проехать почти невозможно Поедем в сторону Агры Уже часа 3 или 4 Но пока Сильного прогресса Не видно Местные поделки механиков Иногда удивляют Это вот такие непонятные такси Уж из чего они сделаны Кто знает Такие такси тоже здорово удивляют Это старинные джипы С абсолютно лысой резиной Куда они возят людей Никто не знает Если прибавить ко всем этим звукам Еще и запахи Только тогда вы сможете понять Насколько тяжелое движение в Индии И насколько устаешь Буквально за один день В схлам Наконец мы в Агре Машин почему-то не видно Лишь редкие-редкие С трудом разъезжают Все остальное Основные мотоциклы Велосипеды Шассики Мотороллеры И самоходные транспортные средства Трудно поверить Что среди такого говна Вдруг появится знаменитый Тач-Махал Офигенная красе Время Тач-Махала ушло Пришло пиво И вкусной еды Еда здесь потрясная И вновь дорога Мы едем в Дели Добавить нечего Через несколько часов Заканчивается мое путешествие И закончить мне поход Этот хочется Легким стихотворением Пока вы смотрите Как мы не спеша Выезжаем из Агры В сторону Дели Про Костика Которая называется Саранча Костик засунул башку в унитаз Ручкой поставила шишку На раз Костик засунул башку в секретер Костика раком загнала в партер Костик решил в чулан заглянуть Копчик бедняги начал огнуть Костик решил посмотреть на часы Слой муравьев налепился в усы Костя шатнулся Подвинул бачки Тут же говном залепило очки Костя с испугу в сплошной темноте Тело придвинул к горячей плите Резко обжечьшись Зад развернул В стены повыметал Сжиженный стул Костик упал Ноги подкосились С Костика выжился сдавленный пись Костик не знал Как увидеть врача Долго лежал в туалете мыча А над полями ползла саранча Месяц мрачнейший На небе торчал До скорых встреч, товарищи!